Они его недистанционно могут назвать, по-другому. Они его назвали по-другому, чтобы люди... Они другие формулировки будут называть, придумывать, чтобы было все что-то крыто. За эту неделю родители школьников сплотились как никогда. Объединяет страх перед образованием. Дистанция кончилась месяц назад, а у некоторых до сих пор глаз дергается. Так теперь говорят, что будет еще одна новинка. Я, если честно, против вот этих всех внедрений. Я за классическую форму обучения. И я в лице всех родителей города Барнаула и, возможно, Алтайского края прошу всех властей, пожалуйста, прекратите это шоу. Уже сейчас почти в истерике. С 1 сентября Алтай ряд других регионов станет пилотом федерального проекта «Цифровая образовательная среда». С таким названием мамы и папы забоялись, что дистант вернется. Но власти тут же стали успокаивать. Речь идет о другом – закупать в школу новые компьютеры, провести скоростной интернет. Но вместе с тем улучшить систему видеотрансляции. Вот только к чему она при обычном обучении. А еще и развивать дистанционные технологии. Так многие и поставили знак равенства между проектом и дистантом. И в этом случае против сами дети. Учителя, они очень просто, можно сказать, доносили нас. А компьютер, он не объяснит никак. Если это подготовка к тому, чтобы перевести детей на дистанционное обучение, как форму, как на метод достижения очно-заочного обучения или еще какого-то, то лично наша позиция – мы против этого. Против засилия компьютерной техники, которую с помощью этой цифровой среды сейчас пытаются ввести. А в 40-й гимназии Барнаула считают иначе. Говорят, такие цифровые нововведения давно назрели. При этом 1 сентября здесь ждут детей за партами. Директор Александр Овсеевский считает, что учиться будет проще, станет возможным ввести электронные учебники и задания, чего, по его мнению, не хватало и ученикам, и учителям. Во-первых, можно будет выстраивать некоторые индивидуальные образовательные программы. Во-вторых, конечно, это коммуникации между людьми. Мы практически с этой техникой выходим на мировой уровень. Я не вижу ничего в ней плохого, потому что компьютеры хорошие в школе, а быстрый интернет – это только плюс. И если барнаульские педагоги вполне спокойны насчет цифрового образования, в селах, например, в Боровлянке, повис вопрос как. Кстати, в этой школе переход на дистанционное обучение был настоящим испытанием. Вечный перебой со связью. В этом наша съемочная группа убедилась лично. Вот, например, сейчас у меня на телефоне нет сети. Я не могу ни позвонить, ни выйти в интернет. Где-то, наверное, процентов 20 у нас ушло на тех детей, которые приходили и брали задания в школе. Потому как либо отсутствие компьютера, либо недостаточный уровень связи, ни отсутствие интернета. Сегодня те связи, которые есть, то есть там эти провода медные, что ли, они там еще идут, то есть они позволяют, ну, очень маленькую давать скорость, но в лучшем случае там 512, что ли, километр в секунду, как бы. Поэтому мы переходим, используя другие технологии, МТС, Билайн и прочее. Это оснащение и интерактивными комплексами. А федеральный проект обещает в каждой сельской школе скорость 50 мегабит. И все это должно быть в сентябре. С обычным форматом обучения, если позволит эпидситуация. Для того, чтобы измерить высоту здания, можно посчитать синус и косинус и использовать это для вычисления, для строительных работ. Это полезная информация, которую мы можем дополнительно к оффлайн-обучению приобретать. И отказываться от этого не стоит. Еще раз скажу, что цифровая образовательная среда – это про обеспечение школ компьютерами. Это не про переход на дистант. В министерстве нам сообщили, что в школы региона уже закупают компьютерную технику и проводят высокоскоростной интернет. На эти цели с федерального бюджета выделено более полумиллиарда рублей. Заменит ли техника учителей, узнаем в сентябре. Мария Микшута, Николай Шелко, Андрей Печеркин, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин